Девушки отдыхают И особенно в среднем веке Потому что вообще-то заведливое для нас не так не актуально Вот нечто феодальное в сегодняшней жизни есть В российской инвестиции мы будем много сравнивать Пути развития государств, в том числе и с Россией И правда, это дает пищу уму Уму, раздумьям И вместе с тем вот позиция А нам важно, как там были дела Я поняла, что руководство клуба «Прямая вещь» тоже это важно А нам для тебя дают, все будет видно Потому что предложили продолжить цикл лекций И я уже на январь и на февраль Две темы предложила Они уже зафиксированы И они будут прямым развитием того Что будет говориться сегодня Сегодняшняя тема звучит так Я сама создала эту формулировку И вот буду ее на протяжении лекции оправдать Два пути Два пути Развития государственности В средневековой, западной Европе И все время у нас будет Несколько за этим прямым кадром Присутствовать еще и Россия Я там не специалист Поэтому она будет только в сравнении В некотором контексте Как материал для сравнения Но мне с собой Самое это на сравнение Чезвычайно интересна Итак, два пути Что такое государство вообще не очень ясное Как ты это упоминала? Это раньше было ясно Вот когда формулировки все Догматического марксизма Вколачивали с детства Школьника можно было ночью разбудить И он бачу бучит И пять общественно-экономических формаций И что такое государство Есть аппарат насилия Одного класса на другом Все как хорошо Коротко Но Узко Ограничено Упрощение Если он занимается только насилием То Мы тогда не объясним Все равно того, что происходит У него функции Гораздо более многообразны Структура общества меняется Так называемые классы Меняются А вот этот Этот институт Эта институция меняясь Изменно существует В цивилизованном обществе Такого жесткого определения Как в те времена нет Когда все было ясно Потому что сегодня не все так ясно Но все равно Это некий институт Создаваемый людьми Для Организации общества Для организации общественной жизни Некоторые потом путают Для чего Некоторым Элементам этого аппарата Кажется Что это создано для них лично Для личного обогащения Для удовлетворения Безумных амбиций И это всегда присутствует В любом государстве Но все таки Оно к этому не случится Вот я постараюсь На протяжении нашего разговора И сегодняшнего И надеюсь продолжу Январе и феврале Эту тему развить На материале Мне наиболее близко Эти знаменитые два пути Они присутствовали В школьном учебнике Советского времени А у каждого У каждого Какая бы профессия у вас Была Все равно людей старшего поколения Совсем молодые Учебники Все более Похожи на нормальные Они смягчаются Они становятся интереснее Там появляются более Человеческие выражения Человеческие выражения Ну конечно Я вижу Кто-то любит Свой школьный учебник В кавычках Но все таки Тот был конечно И там Не было этого выражения Два пути развития Нет А в учебнике Школьном Был их времен 20 века Ну на протяжении Нашего 20 века Нет Не считая серебряного Наш Большевистского 20 века Все было просто Ясно Как всегда Железобетонно Теории Это и не было Аппарат Касселия И получалось так Что этот аппарат Безупречь Изумитель Замечатель Поэтапно Складно Органично Сложился Как в идеале Во Франции Я в идеале Не буду говорить Янгарин Вот такой образцовый Потому что Весь путь Становления Государства Во Франции А Франция Как Франция Рождается И не века Как и остальные Европейские государства Это путь К централизации И это путь Прекрасный К ней Примыкает Англия С некоторыми Особенностями Но там тоже Путь 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 К централизации Помедленнее Попозже Вот туда же Это как бы Отличники Европейской истории Вот они Правильным Шагали путем Помните Везде стоял Ленин Был нарисован Везде Или стоял Но нарисован Было написано Правильным путем Идете Правильной дорогой Идете Товарищи А показывать Он мог любую Сторон света И получалось Ну так мы шли Ну все Правильная дорога Вот это же Правильная дорога И рядом Были два Другие Государства Которые тоже В среднем века В Европе Определяли лицо Европы Были соседями Взаимодействовали С Англией Из Франции И это как будто Какие-то Недисциплинированные Двоечники Это Италия И Германия Вот какие-то Неправильные Отстанные Потому что Это шествует Так сказать По пути Централизации И Англия И Франция К 13 веку К зениту Средневековья Во Франции Это Людой В девятой Светой В Англии Это Эдуард Первый Из династии Это вот образцовый Такие Завершающие Процесс Централизации Правителей А эти Италия И Германия Не поспели В Италии Она завершает Выходит У тех Отличников Уже В 13 веке Все сложилось И дальше Оно Эволюционирует Меняется Сословное Представительство Перерастает Постепенно В Абсолютной Монархии А эти О, знает что Нет Единого Государства До 19 века До второй Половины Они получались Какие-то Двошники Так вот Все подавалось Что там Правильно А не Правильно Взгляда Дальше Не бросалось Озля И вернее Что-то Можно было Встретить И это Понятно Они расплатились За эту свою Политическую Отсталость Многочисленными Войнами Трагедиями Завоеватели Сменяли Друг друга Как на территории Италии Только ленивый Не хотел Что-нибудь Завоевать В Италию Немцы Хотели Французы Хотели Испанцы Обязательно Ничего не завоевывали А дольше Всех Они Пробудены Под Властью Вот Гораздо Политически Более Отсталой Испании А Германия Расплатилась Первый Такой Очень Масштабный Она не первая По счету Европейской Войной Тридцатилетней 1618 1648 Года Она вся Шла На территории Германии И действительно Много Потерь И тоже При разделе Каждый Кто мог Что мог Подхватил Будет еще Семлетняя Война Россия Поступит В своем Стиле Духе Прошагает По Берлину Русские Войска 18 век Раз И ничего Не получит От этого Всего Мы как бы так Ради искусства Потому что Царь Сменился И все Но Россия Все время Будет возникать Особый разговор И Вот видите Горе Какое Централизации Нет И горестная История А мы Давайте Задим Другой Вопрос Да Франция Лидер Европейской Политики Не всегда Непостоянно Нестабильно Лидер Культурное Лидерство Ее Несомненно Оно Очень Отразилось В нашей С вами Истории Культуре По Англии Замечательные Достижения Величайшая Колумбия Держава Мира На какое-то Время А после Второй Мировой Войны Раз И Нет Но Они Выстояли Пережили Вот Была Мировая Колумбия Держава Нет Они Остались Англичанами Не впали Ни в какое Отчаяние И стали Совершенствовать Свои Внутренние Возможности А что же Эти Отсталые Вот Только вот это Горе А давайте Взглянем С другой стороны Родина Величайших Духовных Переворотов Границы Средневековья И нового Времени Италия Культура Возрождения Италия Какой-то Рывок Просок Величайшей Обостренной Духовности Философия Искусство Литература Живопись Архитектура Я уж как-то Упоминала По-моему Именно В этой аудитории Когда Вот не так Давно Сообразила Кто одновременно Во Флоренции Находились И встречались Микеланджело Микеланджело И Леонардо Незавершенно А наблюдать За работой Было поручено Молодому Чиновнику Трудившему Стенерией Все помните Кто это? Никола Макеавель Ну а там дальше Галилей С Пизанской Башни Бросает вниз Шарики Камешки Все видели Как падают Камешки А вот Галилея Задачился Как Почему Недавно Где-то у кого-то Прочла Сколько Яблок упало Вокруг И только Один Ньютон Задумался Почему и как Сколько Людей Купались В ванной И досадовали Что Слишком много Воды налил Проливается Но только Архимед Голым видел Выскочил Из этой ванны И с криком Эврика Понесся По улице По улице Сиракуз Итак Величайший Духовный Переворот Возрождение Величайший Второй Духовный Переворот Начинается В Италии И выдвигает Ее Ну Абсолютный Лидер Культуры Натург Второй Величайший Духовный Переворот Рубежа Нового Времени Реформация Это Такой Переворот В головах В душах Это Такой Рывок К Несредневековому Мышлению Не к атеизму Конечно А внутри Веры Внутри Конфессии По другому А мир Как раз Меняется А информация Помогает Увидеть Лютеранство Калинизм Помогает Увидеть Этот мир В более Отчетливом Зеркале Чем Средневековая Конфессия Где она Начинается В Германии Лютер Лютер 16 век 1519 год Он прибивает К дверям Виттенверского Собора Свои 95 Тезисов О вере И кто-то уже Многие уже Сказали Что это как Круг В гроб Средневековье Он заколачивает Гвоздь Потому что В этих 95 Тезисах Новое Мировидение И мир Становится Тоже во многом Другим И вот Я не отвергаю Что да От отсутствия Единой Сильной Власти Армии В конце концов Более-менее Регулярных Она на пороге Нового времени Возникает Они очень страдали Эти страхи И при всем Притон Их записать В двоечники Никак невозможно Почему В нашем Мировидении Советском Догматизированном Марксистском Они были записаны В эти двоечники Потому что Большевистская Идеология Очень быстро Выработал Свои приоритеты Я даже удивляюсь Как быстро Было у них Время И Желание Вооружить Верующий народ Новой верой Вот в это учение Ведь сказали Что Бога нет Ну а такую дыру Оставлять Нельзя Даже когда Советский Союз Отменяли Сказали Будет СНГ Ну не особо Родилось Но все На идее В пустоту Надо что-то Положить И так Очень быстро Большевистские Идеологи Догадались Что Начали Они толковать Историю В горячке Революции Не совсем Так как надо Потому что Двадцатые Годы Это Классная Борьба Как Величайшее Счастье Человечества Цель Локомотив Истории Впереди Вот она Завтра Всемирная Революция И Все Будет Чудесно И Большевистская Россия В лидерах Этого Всего Ну События В утверждании Казалось Так и Будет И все-таки Революции Восемнадцатого Года В Венгрии В Германии Они Внушили И Массовые Движения Где-то Еще Так и Будет Потом Стало Ясно Что Нет Мировой Революции Не будет Это Гибкая Идеология Которая Всегда Все Подтверждала Цитатами Из Основоположников Сразу Подыскала Другие Цитаты Что Не обязательно Мировая Революция Может сначала Только В Европе А потом Вообще Как-то Так На нет И Парадигма Была Изменена Воспевание Классов Борьбы Идеолог Мировой Революции Это Школа Михаила Николаевича Покровского Очень Образованного Большевика Редкое Сочетание Но Оно Было И Когда В очень Образованном Человеке Сочетались Достаточно Высокое Образование Большевизм Побеждало Вы Уже Знаете Что Большевизм Он И Заложил Эту Идею Не Изучаем Эксплуататоров Изучаем Классовую Борьбу Рольки Удящихся Народных Масс Все Вперед К светлому Будущему Мировой Революции А ее Нет И Нет И Когда Он Скончался По-моему 1932 Год 1932 Доржественно Похоронили Кремлевской Стене Истваки Еще Были Закрыты Потому К слову Открыли Школы Его Истребили По-разному В том числе Физически И Борьбовая Ловка Как-то Очень Аккуратно Заменена Что Все Таки Высшее Счастье Любого Государства Общества Хорошо Революция Все Но Все Таки Высшая Цель Создания Сильного Централизованного Государства Когда-то В Курнальной Квартире Где я Привела Свою Юность Детство Юности Была Соседка Которая Получала Моих Родителей Жить Надо Так Чтобы Вам Завидовали Довольно Долгое Время Советская Власть Енушала Жить Надо Так Чтобы Вас Боялись И Для Этого Вот Эта Классовая Борьба Рабочий Класс Трудящий Стали Не очень Ножны Была Заменена Парадигма Главная В истории России Это Путь К Централизации К усилению Власти Собранию Земель И Путь Этот Реальный И Главного Заветского Правителя Того Времени Эпохи Сталина Появились Приоритеты И Любимцы И Конечно Это Иван Грозный Но Только В Первой Серии Во Второй Не Подошел Петр Первый И Тоже Поданный С Определенной Страны Его Очевидный Болезненный Садизм Паранойю Задушевали Как будто бы Этого Не было А это Было Централизация Фетиш Централизация Власти Слово Вертикаль Не было Вертикаль Власти Выражение Вертикаль Власти Не было А вертикаль Зато была И зато Еще какая Мы пока Не очень Далеко От этого Ушли Но По крайней Мере Как идеология Как догма Это Довольно Поверхностно В сегодняшней Жизни Скучит А тогда И тогда И получалось Что Лучший Путь Естественный Путь Прекрасный И правильный А пришлицкая Идеология Всегда И точно Знала Что Такое Хорошо И Что Такое Плохо И Бедный Владимир Владимирович Маяковский С Этим Самым Подходом Что Такое Хорошо И Что Такое Плохо И Можно Точно Ответить И Все Будут Знать Что Хоро А Мы Сейчас С вами Скажем Нет Границы Не такие Простые Что То Размыто Поэтому Так И Рассматривалась В том числе И И История Европейской Государственности Почему Образовались Я Говоря О двух Путях Беру Эти Четыре Государства У нас Январе Феврале Будут Франция Англия Потом Будут Италия Германия Я Хочу Попросить Вас Привлечь Своё Внимание На Некоторое Время Карте Я Упоминала Это Выражение Вертикальное Соседство В лекции Старик Италия Франция Франция Англия Вертикально Соседствуют Италия Германия Даже И не Соседство Почему По крайней мере Я В ранние Подшкольные Годы Воспринимал Соседей Как Что-то Сбоку Правда Есть Такое Ощущение Потому что Он как-то Никто Не подсказал Задуматься Что Есть Вот Такое Причем Важнейшее Например Вертикальное Соседство На севере Европы Но это Отдельная Тема Лекция Северной Европы Если Будем Дальше Жить И встречаться Будет И Северная Европа Будет И Испания Вот это Вертикальное Соседство Совсем Не сбоку Оно В эпоху Средних Веков А Движение Государственности Начинается Внутри Раннего Средневековья К Будущей Национальной Государственности Оно Важнейшее И оно Определяющее Для этих Стран Англия Франция Оказывается Разделены Только Ла-Маншем А Ла-Манш Преодолим В Средних Веках Вполне В наши Времена В 20 Веке В 19 В 20 Его Переплыл В свое Время Лорг Байрон Чтобы Доказать Свою Гуголь Что Несмотря на Хромат Ном Сегодня Мы сказали Крутой И доказал Недавно Какая-то девушка Рассказывали Наша По-моему Тоже Переплыла В Артем Вертикалье В Средние Века Он Очень Достижит Там Бывает Гурь Неизвестна Когда А Италию Германию Как Единый Комплекс Смотрите Как Они С этой Бестротой Выглядят Как Что-то Одинаковое Тут Разный Цвет Покрашивают А эти Прямо Объединенные Своей Бестеротой Это же Мозаика Нет Единой Италии Вон Перед вами Нет Единой Германии И Тоже Вертикальное Соседство Их Разделяет Альпы Но Английские Проходы Перевалы Были Преодолимы Уже Древности А В Средние Века Были Практически И Систематически Регулярно Преодолимы Были Специальные Монастыри Выставленные На перевалах Которые Помогали Если На перевале Снегопают Бурят Выбили Специальную Породу Собак Наверное Знаете Сен-Берна По названию Перевала Это Большая Сильная Собака У которой На ошейнике Была Бутылочка С вином Если Человек Замерзает Снегу Его Находит Это Замечательное Животное Он Подкрепляет Свои силы Чтобы не Умереть Этим Вином А по его Следам Идут люди Помогают Будникам А в другие Времена Годы Это Совершенно Преодолимо Именно По суше Вот Такие Две Страны Еще Я Очень Виновата Не договорила Италия Германия Центры Великих Духовных Переворотов В Италии Раньше Всех Только С Голландией Можно Маленько Собставлять По срокам Зародился И стал На ноги Мануфактурный Капитализм Это Явный Рывок Вперед Раньше Всех В Италии Капитализм Начинается В конце 14 века Это кажется Невероятно Оформление Средневековое Костюмы Соборы Ветражи Но Так называемое Восстание Чемпи Это Чесальщики Шерсти В Павлоренции Цех Чемпи Они в существу Были уже Рабочими И очень Угнетенными Как при раннем Капитализме 1378 год Это уже Восстание Будущего Рабочего Класса А в Германии Регио Эйюс Религио По латыни Чья власть Того и вера Только вы подумайте Что имелось ввиду Будешь верить Как князь скажет Нет Если князь Правитель Этого княжества Сторона раздруга Маркграфства На ней есть Теоретический император Если князь Придерживается Прежней католической веры Оставайся здесь Живи И изволи Родители Но есть много Других князей Которые Придерживаются Летеранского Летеранский мир И конфессии Перебирайся туда И будь летеранином Тебя за это Не преследуют Какое Странное Решение Это же Явная Всталость Вместо того Чтобы сказать Все будут Эли Так Как Вы Излишне Централизованная К тому моменту Франция Была попытка Это Сделать И вы Все знаете Чем она Обернулась Начального Время Религиозными Войнами Такого И такого Озверения 60-90-х годы 16 века Такого Зверства Такого Самоистребления И Вертикаль Ты вся Погасилась Эти Волуа Несчастные Один за другим Умирают Хилые Чахлые Не способны Справиться С ситуацией Пока Не пришел Веселый Бярнец Генрих Наваррский Генрих Четвертый Вертикаль Вот такая Уже Вертикаль Шатающаяся И Истребление А тут Куюс Регио Эйюс Религио С немецким Педантизмом Четко Но Не Самоистребитель Пришли К этому Тоже Кочнее Просто Но Это Жени Не Скажешь Вот О наемной Отсталости Какое Тут Решение Мысли И Мысли Об Индивидуальной Свободе Я Выбираю Верну Вот То Что Нам Незнакомо Практически Ну А нас Вертикаль Ой Как всегда Принесу Все конспекты Совсем Не могу Ими Пользоваться Потому Что Магия Ваших Лиц Это Виноват И Я Иду На Скандал Почему Телевизор Таких Лиц Не Показывают Ужас Какой Магия Они Меня Приковывают И Мне Как Неловко Хотя Я Все Таки Вы Ну Бумажку А То Что Ничего Совсем Важное Про Русь Забуд Я Ведь Все Заготовила Есть Запад Россия Вот Чтобы Не Забыть Итак Это Вот Такая Преамбула Теперь Немножко Преамбула Нет Про Россию Чуть 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 Позже Как Шутил Один Мой Замечательный Студент В этом Стал Замечательным Переводчиком А Теперь Наталья Ивановна Давайте Амбула Я Всегда Любил Сказать Это Была Преамбула На Семинаре Это Много Еще Семинарских Была Занятий А Теперь Давайте Амбула Перейдем К Амбуле Попробуем Итак Где Ж Искать Истоки Такого Различия Я Опять Так Не Говорил А Германия Еще В девятнадцатом Веке Стала Интеллектуальным Центром Немецкие Университеты Девятнадцатого Века Это И тогда Так Умно У русских Получилось Не без Участия Петра Переняли Немецкую Университетскую Систему Пушкин Как всегда И про это Сказал Он Из Германии Туманной Привез Ученостей Плоды Всегда Восторженную Речь И Рано Будем Ехать Туда Ну Мы Другие Никто Не душ Не прям Уже Мы просто Другие Итак В чем Искать Истоки Того Что Мотивы Причины Столь Различные Пути Рядом Находящихся Геополитически Не Контрастный Не Климат Не Контрастный Различия Есть Но Не так Велики Они География Природные Условия Близкое Соседство Почему Так По-разному Двинулись Разбившись На эти Две Парочки Как это Неудивительно Кажется Но чем больше Об этом Размышляю Тем Мне это Кажется Убедительнее И важнее Размышляю Читаю Только что Выступала Два месяца Полтора месяца На конференции Российско-германской Высшей школе Экономики Не помню Упоминала Или нет Она была Посвящена Взаимодействию Историю Взаимодействия Государства И общества Германии В Германии И в России Мне пришлось Им сообщить Что у русских Есть выражение Сравновать Синие с круглом Ненцы были Очень умненькие И сразу поняли Я говорю Ну это Диаметральная Противоположная История Взаимодействия Общества И государства В Германии И в России Ничто Не лучше Не хуже А оно просто Совсем Синие с круглом Что лучше Синие или круглое Трудно сказать Так вот И там Я сказала Где я Вижу Историю В центре Внимание На этой конференции Были Девятнадцатый И двадцатый Вет Но Из них Самих С девятнадцатого Двадцатого Это объяснить Невозможно Без моего любимого Средневековья Без наших сюжетов Причем Без самых Истоков О которых Когда-то В этой аудитории Но Она тогда была Какая-то другая Не годы Два что ли назад Была специальная лекция Это Рождение Средневековья Я сейчас Упомяну Эту эпоху Разные Гораздо более Различные Чем Природные Условия Были Социополитические И историко-культурные Истоки Средневековья В этих странах Если Англия И Франция Рождались Как государство Как нечто Самостоятельное В контексте Романско-германской Традиции Это Точная Название Римс-германский Романско-германская Традиция И Она Определяла Их Первые Самые Важные Шаги В жизни Как будущих Национальных Государств То Италия И Германия По-другому Большая Часть Германских Земель Так и Царинские Право Берег Рейна Внутренняя Германия Никогда Не были Звоемны Римом Они Не были Римским Материалом К ним Пришло Романское Влияние Но В опосредованной Форме Через Завоевание Этих Земель В Седьмом Восьмом Веке Заменитым Карлом Великим Это Уже Франкское Государство Созданное На разваянах Рима Оно Пришло Туда Принесло Своё Смягчённое Римское Влияние В германских Землях Преобладало Эволюционное Движение Германского Мира Мира Германского Варварства К цивилизации Более Эволюционное Более Поэтапное Ну и сразу Скажу Германская Община Которые Посвящены Целые Сотни Томов Доказалось Свою Какую-то Удивительную Устойчивость Историческую Очень важную Итак В германских Землях Нет того Что было На территории Будущей Франции Будущей Англии И Франция И Англия Были римскими Провинциями Будущая Франция Называвшаяся Галией Римская Провинция Гали Была Под римской Властью Долго С первого Века До новой Эры По пятой Вторую Половину Пятого Новой Добрых Шестьсот Лет Это был Рим По существу Это был Рим Перенесенный За Альпы И туда Пришли Германцы Из тех Самых Зарейнских Областей Те Которые Ушли Зарейна И осели Здесь И там Произошло Соединение Этих Двух Разных Миров Вот Она Романо Германская Традиция На территории Германии Нет Но Италия Скажете У нее Победоносно Она Жи Есть Рим Верно Но И там Было Соединение Миров И германское Влияние Там Поселились Северные Италии Лангобарды Там Были Остготы Там Прокатился Тоже Германский Мир Но Более Поверхностно Преобладал Рим И появилось У историков Очень важное Открытие Взвешенный Такой Аргумент Там Британия Была Римской Провинцией Но Короче Завоевана Польша Приклавдии Покинуто Раньше В четвертом Веке А не в шестом Не в пятом Появилось Выражение Синтез Или Романо Германский Мир В взвешенном Варианте Во Франции Наиболее Взвешенном И с легким Преобладанием Германского На территории Бывшей Римской Британии В областях Внутренней Германии Этого Синтеза Не было Было Опосредованное Влияние И на Большей Части Италии Тоже Скорее Сохраненный Полуразрушенный Обладание Римского Мира И трансформация Римских Институтов В сторону Средневековья Сначала В сторону Поворотства Варваризация Это И есть На мой взгляд Исток Ибо Вот этот Глобальный Исторический Синтез Двух Миров Он дал Рывок Цивилизационный Пришедшие На территорию Франции Будущей Франции Германцы Варвары Получили Идеальные Дороги Получили Письменность Получили Конфессию Христианскую И многие Идеи Очень важные Для бытия Смысления Получили Грамотность Которая Медленно Развивалась В котором Видели Проглотили И это Очень полезный Для них Был результат Прорывок К цивилизации Тем более Медленно Трансформировали Германскую Традицию И романскую И что Для развития Будущего Государства Было Очень важно Там Где Не Было Вот Этого Синтеза И рывка Закрепились Институты Варварского Мира И романского Связанные С управлением Они восприняли Медленнее Но не только Письменности Но и Право В основе Римское Право И медленно Приспосабливали Его К себе Будущей Франции Англии Это было Более Затремительно Совсем Другими Результатами А что Такое Римское Право Это Защита Идей Собственности Из Римской Историей И из Германская Община Они взяли Параллельную Идею Коллективизма Некого Германская Община Такая Прочная Это Не просто Деревня В позднем Варварстве Это Коллектив Живущий На основе Относительного Самоуправления Решающий Какие-то Важные Вопросы Коллективно Выступающий Перед Хозяевами Которые Крепман Синьором Как коллектив Защищающий Себя Подчас Отчаянно В Италии Римское Наследие Передало Средневековью Ну Неумирающую Неумирающий Принцип Полиса Античный Полис Умер Но Идеи И принципы Остались Что Полис Это Тоже Гражданская Община Коллектив Коллектив Живущий Какими-то Имеющий Какие-то Механизмы В этих Механизмах Есть права Обязанности Ссоры Конфликты Но они Существуют Народные Собрания Отмерло Довольно Быстро Общее Собрание У германцев Отмерло Но не Быстро Сенат Коллектив Старейшин В германской Общине Римский Сенат Его Урезают Урезают Ужемляют Но он Живет Мы Теперь Тоже Сенаторов Завели Довольно Занятно Что мы Это название Не очень Подходит Но Другим Путем Мы шли И так На них Доминирующее Влияние На эти Две Попарно Объединенные Будущие Страны Оказывали Одни и Те же Традиции Но в разных Пропорциях Как в химии В реакции Участвовали Разные Объемы Элементов И веществ Ну и сейчас Прежде чем Двигаться Дальше А Россия А русские Земли Мы К какому Пути Принадлежим Ну Думаю Что сомнений Нет К Движению По пути Централизации Это безусловно И это Большинские Заметили Правильно И возвели Подняли На щит Возвели Принцев Это Наш Путь И не Такой Видите Уж Совсем Самобытный Но Оказывается Традиции Этой Централизации Тоже Надо Рассмотреть Как Конкретные В начале Русской Истории Не Было Слияния Вот Двух Миров Германцев Рима Значит Не Было Того Цивилизационного Толчка Который Они Получили Их Подпихнули Как бы Они Быстрее Поехали По пути Развития Средневековой Цивилизации Но Часто Говорят Византия Византия Я хочу Подчеркнуть Да Византия Но Если Там Слияние И Синтез Миров Вот С почти Химическим Результатом То В русской Истории Влияние Слова Похожие Два Как бы Похожих Существительных Но С Очень Разными Последствиями Влияние Так Каково Оно Это Влияние Помните Года Три Назад Прошел По телевидению Какой-то Фильм Про Византию Как он Назывался Византия Что-то Да Это Было Сумасшествие Безумная Концепция Но В основе Это что-то Есть Разобраться С этим Влиянием Хочется Но Выводы Были Ну Просто Они Были Настолько Политизировано Подстроены Под Современную Политическую Версию Какое Было Это Влияние Предлагаю Свою Версию Кто Такая Византия Встанем На Карту Это Версию Это Кусок Восточной Рюйской Переды Это Кусок Балканского Порусства Это Малая Азия Это Ледний Ближний Восток Это Соединение Европы Кусков Европы И Азии В разных Разные моменты В разном Это Государство Которое Возникло Из Восточной Римской Империи В 4 веке Новой Эры И Исчезло Из истории В 1453 Падение Константинополя Завоевание Византии Турковой Редчайшее Государство У которого Известно День И год Открытия Это Торжественное Открытие Константинополя 330 Год И день И год И момент Падения Вот У других Государств Нет такой Точности И на мой взгляд Эти Большие годы С 4 По 19 Чуть не 1000 лет На 4 веке Это еще Нельзя идти Будем говорить С 6 800 Примерно Это процесс Страшно Медленный Трудноуловимый Со мной Многие спорят И я Говорю Ради Богу Укажу свою версию Страшно Медленный Но Агонии Античного Мира Это Античный Мир Это Античная Цивилизация Перенесенная Из Европы На Восток Трансформированная Востоком Почти До Неузнаваемости Синтез Произошел Внутри Византии Но в пользу Востока И Неутомимо Движущейся У нее Расцвета не было Вот понимаете Не было Все время Только В этот момент Ее вот эти Обидели и отняли Что-то Потом вот эти Что-то отняли Только Ленивую Что-то Что-нибудь Не Обнимал Но Так Сложилось Что Русские Земли В начале Уисток Своей Государственности Я забыл Выключить Телек Я Утручал Почему Он Утручался Почему Он Хочет Утручаться Извините Россия Приняла Конфессию Христианство В византийском Восточном Варианте И это Очень важно И испытало Большое Культурное Влияние Это все знают Вот Это Российская Эмоциональность Они же Все подбирали Какой Вариант Веры Принять Какую Веру Вот Красота Богослужения Православного Многоголосного Пения Произвела Неизводимое Впечатление Как часто Вот В российском Традиционном Сознании Эмоции Побеждают Все Лидируют Абсолютно С разными Последствиями Когда-то С хорошим И когда-то Не очень Так вот Это первое Влияние Оно Не ограничилось Культурой Восточная Римская Империя Это было То Что Уцелело В отличие От западов То Что Выстояло В первые Века Новые Эры С трудом Но Выстояло Удержалось Как Государство Какой У них Был Способ Выстоять За что Уцепиться Страшные Обстановки Нападений На них С севера Балканского Полуострова Давили Славянские Племена С востока Бесконечно Меняющиеся Тюркские То есть Постоянная Угроза На западе Она тоже И западная Римская Империя Исчезла Туда пришли Расселились Другие А эти В целом Удержали Свои рубежи За счет Чего В огромной Мире За счет Этой Самой Централизации Была Сохранена В отличие От западов Традиция Позднеимператорской Римской Власти Кто такой Император В позднем Риме Бог Не в переносном А прямом В смысле Слов Император Обожествлялся Когда умирал Император Из Крестьянских Крестьянских Рядов С крестьянским Сознанием Веспасиан Он почувствовал Что умирает Последние слова Его были Кажется Я становлюсь Богом То есть Он на эту тему Все-таки Пшутил Но в общем Начиная Со второго Века Новой Эры Императоры Были официально Обожественны Им Ставили Статуи В виде Бога Им Дали Функции Бога Например Такие Со второго Века Жюрим Боже мой Вчера Были Последние Там Республиканцы И первые Императоры Цицерон Цезарь Август Но уже Императоры И у них Одна из проблем Была Что делать с рабами Очень тяжело Рано или поздно Рабство Бьет Тех Кто Его Культирует Придумали Придумали Чтобы сразу Утвердить Культ Императора И показать Что он Вне Беглый Раб Время Карался Смертью Безо Всяких Разговоров Но Если Беглый Раб Обнимет Доползет До статуи Императора Обнимет Эту статую Припадет К ее Стопам Все Убежище Бог Его Спасает Его Конечно Карта Наказателя Муть Хозяину Но Живьем Это сразу Даже Обожистрение Усиливалось Укреплялось В поздней Римской Империи Вот Бог В прямом Смысле Слова Это Странно В такой Высокой Этой Цивилизованности У которой За плечами Полисная Жизнь Республиканская Дивные Философские Произведения Нет Вот он Бог А это Говорит О том Что его Полномочия Беспредельны Ему Можно Все Откуда Совершенно Безумная Пробивающаяся Порой Развращенность Поздних Римских Императоров Во-первых Всякая Пошатнувшаяся Власть Она Обязательно Развратна Это Один из признаков Ее Нестойкости Вот У Покровских Ворот Есть магазин Мужской одежды Каллигула Я умираю Много лет Магазин Мужской одежды Называется Каллигула Красивое Слово Откуда Вот эта Развращенность Какая-то Демонстративная Могу Выйти Голом На арену И выходил Каллигула Я решил Своего Коня Сделать Сенатором И Приволок Его Сенатором Он не любил Сенаторов Они его Разозлили Говорит Мой конь умнее Или по крайней мере Не глупее Вот Назначаю его Сенатором У нас пока Такого Все-таки Нет Порадуешься Матвиенко Можно А коня Пока нет Они Также Элегантные Я лошадей Очень люблю Это Очень красивое Существо И Валентин Иванов Всегда Такая Вся Седан Вполне Вполне Но Все-таки Это не буквально Это косвенное Сравнение Косвенное И Вот Когда Наступила Эта эпоха Так называемого Великого Переселения Народов Давления Пришли В движение Окружающие Племена Которые Много Веков Считались Абсолютно Дикаря И были Варварами Бр-бр Те кто говорят Бр-бр Еще греки Называли Всех кто говорит Не по-гречески Варварами Потому что Они говорят Бр-бр Ну разве Это Это же Не гомеровская Речь А Что произошло Ну Что произошло Лев Николаевич Гумилев Один из самых Интересных Историков Писателей Он дважды Доктор наук Тоже в редкий случай Доктор Географических И доктор Исторических Его Замечательные Труды По этому Варварству Восточному Огонных Хунны У него была статья О понятии Пассионарность Что вот Народы достигают Какого-то Пассионарного Состояния И тут они Победоносные Они куда-то Мчатся А потому Гастров И уходят Вот из лидеров Исторического Движения Не могу Ни отвергать Ни принимать Принимать Не могу Что-то в душе Протестует Ощущение Такое Слегка Этно Неравноправное В этом есть Мне кажется Я боюсь этого Но Что интересен Безусловно В общем Что-то случается С Варварской Периферией Есть много Объяснений Что у них происходит Так называемый Демографический Взрыв На пороге Цивилизации Научились Лучше Себя обеспечивать Обучились Землетелию Там Жили уже Не только Охотой И рыболовством Меньше стали Голодать Меньше умирать А в примитивных Обществах Патриархальных Больше еды Больше детей В высоко Цивилизованных Наоборот Когда это Открыли В середину 20 века У нас Это был Урлэмис Но у него Были предшественники Изумление Было Полнейше Потому что На патриархальном Все просто Больше еды Больше детей Больше детей Выживают Люди Живут дольше Там Однолинейно Может быть Вот это Их толкнуло Им Стало Тесно Может быть Их Не без Участия Такого Фактора Ненависть К Риму Рим Который На протяжении Многих Веков Был Хозяином Того Небольшого Мира Куда Они пришли Все Завоевали У него Так Если пришли Значит Завоевали Это было Одно и то же Рим Пришел Рим Завоевал Легче Труднее Норизу И так Так Обломились Они Только В Парфии На территории Как вы Уже догадались Где Сейчас Мы Пообломились Советский Союз Американцы Сейчас Там Дорогорец Иран Ирак Авганистан Там Кончилась Римская Завоевательная Политика Тогда Это Называлось Парфия Парфиатское Царство И все Таки Вот Эта Многосот Летняя Непобедимость Агрессивная Непобедимость А если Победили То Врили Много Людей В рабство И в эпоху Классического Рабства В тяжелое Рабство Недрес Накопилось Энергетически И вот У Рима Есть Свои Внутренние Проблемы Как Только Периферия Ощутила Что Там Нарастающие Внутренние Проблемы Она Бросается Туда Все это Важно И вот В итоге Из этого Материала Росзапад А восток Выжил Восточная Римская Империя За счет Мобилизации Всех сил На то Чтобы Сохранить Институт Императорской Власти И Укрепить Его Развить И Укрепить Византийские Императоры Это Тоже Фактически Обожествленные Правители В поздней Римской Традиции С элементами Еще Восточных Ритуалов Эти римляне И греки Каждый Ощущал себя Личностью Человеком А на востоке Каждый Букашка И высшее Проявление Этого Падание Ниц Перед Правителем Натурально Или Фигурально Духовно В общем Вертикаль Власти Императорская Власть Была одним Из защитных Механизмов Который Позволил Византии Так долго Жить Или Организировать Не знаю Скорее Мне кажется Организировать И потому Русские Земли Правители Русских Земель Находившись На этой Классической Стадии Позднего Варварства Восприняли Не только Красоту Пения Они восприняли И крайнюю Централизацию И это Осталось А потом Укрепилось Орда Русские Земли Не находились В прямом Рабстве Монголы Татар Нет Это были Вассальные Отношения Платить И так Но Унижение И Восточное Отношение К нижнему Человеку Князь Русский Который Хотел Получить Ирлык Должен Был Прибыв Во рту Нести Мешок С овсом За Ханским Конем Лошадь Опять Лошадь У нас Ничего Ведь не лошади Дракона Нести Вот этот Олез Лошади Как Изощренное Мнижение Кормим Моего Коня И поэтому Я называю Это Византийско Ордынское Блияние И традиция И так Франция Англия Находятся Руссли Роман Германской Традиции При становлении Государственности Это Римская Традиция И Германская Община Германия И Италия Примерно Там же Но с Преобладанием Одного Из элементов В Германии Германского Здесь Романского В Италии А русские Земли В другой Традиции Византийско Ордынское И потому Знаменитая Вертикаль И Абсолютизация Власти Как Сильный Непререкаемый Стоящий На том самом Пьедестале Рядом с которым Все Букашки Это Было Воспринято Русскими Землями С момента Их Рождения С момента Становления Их Государственности И Потому Очень Тревожусь Когда В оценке Прошлого В раздумьях Над Историческими Событиями Вчерашнего Дня Начинают Вводить В ткань Дум Дум про Историю То что Недопустимо Лучше Хуже При большевизме Это называлось Прогрессивнее Бесконечно Говорили нам О том Что более Прогрессивно И что Менее Прогрессивно Бедным Детям В школе Вколачивалось Что Крепостная Зависимость Крестьян Были Прогрессивна По сравнению С рабством И дальше Уголовным образом Это объяснялось Потому что Раба Можно Бить Обижать Угнетать И что Дети Они Гором Отвечали И убить А Крепостного Можно Бить Бить Обижать Наказывать Но Солтычиху Накажут Вот На кирпичах Таких ужасных Примитивный Взгляд Внушался На самом деле Мы говорим С вами Об очень крупных Всемирно Исторических Явлениях Контексте Мировой Истории Без Внимания Которому Ты совершенно Мало Поймешь Док Воверхностно И никогда Поняв Этот контекст Не станешь Применять Понятие Лучше Хуже Прогрессивнее Реакционнее Эти передовые Эти отсталые Потому что Меньше всего Социальное Движение Ткань Истории Мотор Истории Меньше всего Оно похоже На спортивные Состязания Внимание На старт Побежали Кто Первым Финиширует Финишировать Земля Будет Если будет То вся Вместе Вот с финишем Гораздо Яснее Чем за старт А старт Просто Интересен Я упоминал Об этой аудитории Замечательного Советского Историка С дореволюционным Прошлым Который Его так Пугало Что доходило Просто до болезни Сергей Данилович Сказкин Он заведовал Кафедрой Истории Средних веков Был советский Академик Но до революции Закончивший Пажеский Корпус С таким Пятном В биографии Было Очень трудно Быть Чудом Стал академиком Человек Владевший Всеми Основными Европейскими Языками И так далее Он говорил Мне Вы представляете Я помню Газетные Заголовки Нужны ли Пролетарием Фараоны И конечно С ответом Не нужны Потому что Фараоны Кровопийцы Эксплуататоры В них Нет ничего Прогрессивного И мы Изучать Не будем А все Прогрессивное Создает Трудящийся И С ним Нужна Большая Работа Напряженные Головы Годы Опыт Мудрость Какая-то Чтобы Задуматься Значит То что Произвели Фараоны Заказываем Заказываем Необъяснимо Прекрасные Произведения Искусства Вроде Своих Фараоновских Целей Но Чего Стоит Хотя бы Искусство Времен Ахнатона Амарвская В цели Амарвны Найдена Где была Его столица Ахетатон Какие Лица Или Это Свинс Который Смотрит Я пока Видел В картинках Не понимал Не чувствовал Когда увидел В натуре Он же Смотрит В вечность А между тем Это портрет Фараона Ой Джосера Портретные Черты Лида На этому Свинсу Он смотрит В вечность Там идеи Не прерывающегося Мира Он смотрит На нас Потомков Если это Просто Примитивные Кровопийцы Не без того Конечно Они заказали Это Чтоб себя Возвеличить Но художнику Дали свободу Как в амарвское Время Они стали По другому Ваять Недогматически То есть Просто нельзя Красить Ни в черное Ни в белое Нельзя Красить Как ничто В истории В одну краску И государство Такое Или сякое Эдакое Или разэдакое Тоже не может Иметь Такой Однозначной Оценки Итак В Западной Европе Это два Основных Пути Теперь Если я вас Не замучил Совсем А сегодня У нас Без королей Без подробностей В январе Будут Обязательно Просто Чтобы Вплыть В эту Тему Надо Немножко Я сейчас Готовлю Новые лекции Тоже на 2 февраля В исторический Музей В порядке Передыга Перед факторами Которые влияли На централизацию И децентрализацию Знаете Что придумал Наш трудят Прямо В духе Замечательного Фильма Берегись Автомобилем А не Замахнулся Или нам На старика Нашего Довильяма Замахнулся В последних Портретных Вот этих Моих передачах Я все Перечитывал И перечитывал Шекспира Потому что У него дивные Мысли Вообще Это Генрих Четвертый Это Генрих Пятый Это Генрих Пятого Давно Уже использовал Генрих Шестой Английский Королик И я Просто Надумала Предложить Такую Тему Шекспировские Герои Средневековой Истории Может Получиться Очень интересно Ну любопытно По крайней мере Тоже Ни Чёрные Ни белые Если Кто-то Слышал Про Генрих Шестого Несчастную Душевную Больную С припадками Человек Война Рус Его Трижа Коронавца Была Причём Два раза Английской Короной Свергали Снова Карнавали А он Уже Как пишут Хронисты Смеялся Разговаривал Сам С собой Делал Правильно Это Было Две Передачи После Первой Мне Звонит Родственник Который И является Энтузиастом Моего Виктория Немолодой Но Безумно Любознательный Человек С инженерным Химическим Образованием Слушай Мы с Леной С женой Так расстраивались Слушая про Этого Бедного Мальчика Прям Чуть не расплакали Я говорю Знаешь Вторую часть Тогда вообще Не слушайте Там совсем Уже страшно Действительно И бродил И потерялся Его не могли найти Превратился В бродягу Нищего Не рвался Никакой короне Все равно Выдали И схватан Там Схватили В Тауэр Затачили Потом На пять лет Из Тауэра Вынули Снова Городовали Он уже смеялся Разговаривал Сам собой Не успели Еще раз Свергнуть Опять В Тауэр Свергли В Тауэр Через несколько часов Он умер Как пишет хронист От печали И глубокой Меланхолии Это вот Про то что нет персонажей Но в голове они есть Я очень над ними Думаю И так пути разные Но ведь между ними Есть и общее Исходное И что-то толкает На этот путь Или на этот Вот я хочу сказать Что В этом Относительно Едином регионе Русс Вот так Только для сравнения В относительно Сходных Условиях Политических Геополитических Климатических Исторических Факторы Влиявшие На И эту И эту И эту Страну Были одни и те же Но вот Наличие Того глобального Синтеза В разных Соотношениях Как бы отмеряло Преобладание Того Или сего Фактора Что же влияло На Выбор Пути Внутри Всего региона Было единое Опасное Первое Процессы Два процесса Интеграции И стягивания Земель и власти И дезинтеграции Разобщения Земель и власти Как естественные Для всех Они Имманентно Внутренне Присущи Средневековью Средневековый мир Мир аграрной В основе Земельной собственности Крупная Земельная собственность Постепенно На этой основе Те Кто Ее Держат Синьоры Получают Все большую Большую Власть Им уже Не нужен Никто Выше Как им кажется Сам себе И судья И охрана Замка И замок Никто не нужен Есть тенденция Рассыпаться На Корпусскую Молекулы Ну в русских Землях Безусловно Безусловно Как чуть-чуть Акреп Не нужен Мне никакой Я сам себе Государь Это общий Процесс Это имманентно Присуще Средневековому Аграрному Мину Система Феодальных Отношений Как отношения Внутри Виты Восцилитет Иммунитет Высший Дает Право Какие-то части Верховной Власти Отдает Ты сам Разбирайся Суд Свою Устраивай И так далее Это абсолютный Фактор Дезинтеграции Если есть Все его Клятвы Это тоже Вроде бы Работает На разобщенность Особенно Когда Образовался Такой Относительный Суверенитет Князей Ну В Германии Например Есть высшая Власть Есть император Но Все равно Внутренне Внутри Каждый Князь Хочет Быть Сам Себе Императором Почему Об этом Деть Будет Специальные Лекции То есть Внутренне Признавать Ее Только Как Символ И С этого Начинается И централизованная История И английская И французская Пусть Там кто-то Будет А я Реально Потому Что Феодальная Структура Этому Очень Способствует И Славый Правитель Отдает Часть Своих Полномочий Крепнущих Снова Слабее Им На Места И Это Тоже Фактор Дезинтеграции В основе Которого Опять Аграрная Инфраструктура Ведь Это Какой Аграрный Мир Он Базируется На Натуральном Хозяйстве Что Такое Натуральное Хозяйство После Падения Западной Римской Империи Дороги То Остались А Вот Денежные Отношения Города Разрушены Торговля Заглохла И На морях И На суши Кто Куда Пойдет С товарами Когда Кругом Этот Бушующий Воровский Мир И Получается Что Мир Рассыпался На Карпуску И Характер Их Хозяйства Очень Этому Содействует Я Против Прямолинейного Социологизма И Экономического Объяснения Истории Напрямую Но Не Напрямую Что Такое Для Сегодняшней Российской Экономики Знаменитая Труба Слова Меняют Смысл Теперь Слово Труба Это Звук Другое Так же Как Крыша Это Не Просто Покрытие Дома Это Что Другое Отняли У меня Из Лекционного Курса Слово Авторитет Такое Важное Очень Трудно Применить Что Пахнет Уголочиной Есть Определяющие Явления Вот Тот Факт Что Хозяйство Натуральное Что Торговля Заклохла Все Производим Для себя Сами С Позднего Рима Это Тоже Фактор Дезинтеграции Зачем Нам Тогда Центральная Власть Сами Ткем Горщики Лепим Кузнец Это Великий Человек Он Оружие Изготавливает Это Мир Живущий Сам Собой Не Очень Заинтересованный Что Там Что Дальше И Это Тоже Дезинтеграция Тогда Откуда Берется Центральная Власть Горизонтальная Интеграция Есть Это Рыцарик А Берется Она Прежде Всего На Первых Порах Из Внешней Опасности Из Того Что Окружает Этот Мирок Этносы Их Разность Их Подвижность После Падения Западной Римской Империи Не Произошло На Время Затихло Вот Великое Переселение Народов Все Переместились Поселились Германцы Осели Пашут Землю Кажется Сейчас Как хорошо Будет Правда Триханули Гонны Не Знам Откуда Взявшись Почти Мистически Из Глубин Азии Пришли Попугали И Довольно Быстро Ушли Не Из Западной Европы Из Истории Из Западной Европы Они Ушли В Наше Причерном Море И Там Как-то Растворились Ассимилировались А потом Некое Затишие Вот Все Сидят По Своим Грядкам Хозяйством Натуральным Тогда Зачем Центр Этот Может И Без Него А Нет После Великого Переселения Народов А его концом Считается Условной Датой Ну Десятый Век Это Безусловный А Условный 955 Год Битва На реке Лехе Называется Где Объединенное Германское Войско С Участием Других Солежников Разбило Венгров Это Бич Тогдашней Западной Европы И В общем Все Расселись По местам Но Западно Европейский Регион Жил В Кольце Врагов Русские Земли Это Так Давление С востока На русские Земли Опасность Северо Запада Это Все Не Вымышлено Это Все Реально Тот же Несчастный Александр Невский Конечно Артист Черкасов Затмил Наши Малейшие Реальные Представления Гениально Сыграл Гениально Какой он был На самом деле Мы не знаем Но его Исторический Выбор Он между Ордой И Орденским Давлением Северо-Востока Он должен был Делать Какой-то Страшный Выбор Он Отбил Северо-Восток И Подчинился В какой-то Мере Орде Может Лучше Наоборот Но Судить Не берусь Не знаю Это К сомнению И кажется Что это Только Русские Земли В конце Врагов И вынуждены Это Сплачивало Их Конечно Конечно Западная Европа Тоже После Десятого Века Когда Окончается Великое Переселение Народов Внешняя Угроза Этому Региону Который Только Что Затих Была Очень Большая Угроза И Она Толкала На Сплочение Какие Же Это Угрозы С Востока Пришли Сформировались Медленно Века Три Двигались Те Кто Стали Энграми Это В общем Игунский Элемент Хазарский Элемент Очень Сложный Этногенез Кочевники Они Потом Найдя Вот это На Дунае Местечко Стали Прирастать К нему Ой Какое Лакомое Место Не зря Не праздновали Отсход Лет 10 назад 200-летие Прихода На Родину Звучит Замечательно Прихода На Родину Пришли Стали Трансформироваться В земледельческие Такие Оседлые Центральные Европейские А пришли Дани Кочевниками Потом Комегунов Страшная Легкая Боевая Конница Гуляла По югу Западно-Европейского Региона Жгли Грабили Южную Францию Будущую Италию Южную Среднюю Центральную Вовсю И надо было Их Вот это Сбитую На реке Лехи Начинается Отбивание Дальше Более-менее Отбились Ну может На Севере Все хорошо Это кошмар На Севере Своеобразный Северная Европа Скандинавские Ютландские Полуострова Наполнена Группой Ветвью Германских Племен Которые Развивались В другом Темпе Гораздо Более Медленным И ко Времени Становления Государственности В Западной Европе В общем К 10 Веку К становлению Средневековой Государственности До этого Это не государство Это Месиво Оставшееся От великого Синтеза Эти самые Викинги В 10 Веке В начале В 20 Век Как Вакуум В какой-то Ломанулись В Запад В Запад В Запад Европе Это Набеги Викингов Страшные Что выяснилось Нечем Больше Жить У них Точно Демографический Сдвиг Произошел Народу Побольше А там Камни Там Вырастить Что-то Очень Трудно И грабеж И грабительские Походы Это Их Образ Жизни Не то Что у них Там кровь Другая Образ Жизни Образ Жизни В тогдашких Среднерусских Лесах Он Другой Охота Рыболовство И самое Трогательное Занятие Бортничество Пчелки Забирают А мы Отбираем Ну по крайней мере Это довольно Мирно Это все Другие Предки Наши Но Слава Богу Эти тоже Влились И помогли Потом Уйти дорог Север Северо-восток Европы Под их ударами Гнется Здесь На северо-востоке Англии Они Поселились Эта область Называется Северное Денло Область Датского Права Здесь На севере Франции Мы поселились И появилась Область Нормандия По сей день Называемая Нормандия Это норманны Называли Норманды Викинги Правда У них А на русских Пригласили Потом Долго Отники Зря Это Очень Нормально Те Кто Занимаются Дворничеством Не могут Так Махать Мечом Как Бесконечно Тренирующиеся Викинги Почему Мы Хотим Из себя Что-то Другое Изобразить Славянское Прошлое У нас Есть Славянский Элемент Конечно же Викингский Сначительный Очень И Тюркский Все Это В очень Прочном Замесе У них Оказалось Свойство Очень Важное И для Русской Истории Тоже Это Какой-то Оказался Очень Пластичный Этнос Вот Когда Они Увидели Что На Северо-востоке Большого Острова Британия Хорошо Их Выгнать Уже Не могут Они Зацепились За этот Кусок Земли Там Произошло То Что Из Популярной Нашей Любимой Песни Называется Врастаем В землю Тут И Вросли Смешались Спрессовались Северные Французские Земли Они Пришли В эту Галию Север Это Другие Это Кельты Забоевали Осели Отлично И Очень Быстро Через Несколько Два Три Поколения Они Уже Местные Тут Мудышные В ревиз И Перестают Жить Только Походами Воспринимают Вместе С образом Жизни Но Зато В военном Деле Западного Рыцарства Западноевропейского Есть Большой Нормандский Опыт Итак Север Она Тоже В конце Время Может На юге Все Хорошо Куда Там Арабы Седьмой Век Тем Самым Непостижимым Образом Из Глубин Аравийского Полуострова Двинулись На запад И север Запад Громадные Блеменные Группы Арабов Чего Они только Не завоевали Западная Европа Остановила Их В сердце Современной Франции Пуатье В сердце Современной Франции В 732 Восьмой 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 Битва При Пуатье Объединенными Войсками Германцев Командовал Майордом Франциского Королевства Карл Мартел Вот там Их остановили Если бы они Продвинулись Дальше На север То Облик Современной Западной Европы Сейчас Меняющийся Изменился Бы давно И очень Давно Ну сейчас Не очень Да В Палижеском Метро Ты Конечно Метро Видишь Анжирских Лиц Больше Чем Но Не съездит Метро Он тоже Еще и социальное Расслоение Путается С этническим Сейчас Договорюсь До чего Нибудь Вроде Онищенко Наш Обожаю По-своему Этого человека Все Таджики Заболели А Узбеки Порядки Ну он Безумный Что Ли Кстати Немножко Так Ну С Разумностью Надо Как-то Свои Высказывания Именно Таджики Кажется Так Нормальнее Было Сказать Да Мы Оскорблены Приговором Позмущены Этим летчикам Российским И В виде протеста Выдворяем Что А почему Боли Только они Я например Даже плохо Отвечаю Тедмос И поэтому Больного Здорового Буду Безумная Выходка Их не мало В последнее время Но это вот Чисто безумное Сказали бы Выдворяем И все Нормально Имеем право И обидеться За своих сограждан Это правильно Их кажется Обидели Так гордо Поступить Это как-то Немножко Воровата И с оттенком Комедии Моя мама Не так давно Ушедшая Из жизни На 102 Году жизни Отличалась Не только Долголетием Но Очень большой Иронии Умин Очень любила Смотреть Биатлон По телевизору И всегда Смотрела До глубокой ночи В общем Такой Современный человек До самого Последнего Года жизни Который Был Тяжким И она Слушайте Слушайте Новости Сюда все Интересно А что Такое Что Такое С Курм Это случилось Какая Это Чума Мы Говорим Нет У них Грипп Они Постудились Они Постудились Забываем Забываем Совершенно У них Чума Образ Тут Ждите Нашествие Бедствие На нас А вот В Европе Они были Настоящими В Западной Европе В этом Смысле Как Регион Оцепленный Такой Естественно Историческим Выбросом Этнической Агрессии Это Вполне Сопоставимо С российской Историей И с Судьбой Русских Земель На Центральной Европейской Равнине Вполне Сопоставимо Отличало Нас Другое То О чем Я уже Сказал Каким Путем Пошли И Вот Этот Фактор Внешней опасности Он становится Да даже Это не опасность Это образ жизни В это время Необходимость Отстоять территорию Как Животном мире Между прочим Защитить Свои границы Отстоять территорию Он становится Мощным Двигателем Тяготения К централизации Ой Который у нас сейчас Десятый Значит Обожая Всяческий Дизайн Я покупаю Часы На которых Время Не вижу Простите Меня Люди Добрые Полдесятого Десятого Десятого Я так Испугалась Не вижу Только Видела Вдруг Сейчас Не вижу Ну как Может На дизайн Подходит Студенты Мои По этому Десятого 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 Поступим Так Изумляясь На интеллектуальном Уровень Этой Аудитории Потому что Вообще Трудно Материал Трудный Я увидела Что вы Слушались Какие Мои Мысли Разделили Какие Нет И Это Нормально И Поэтому Если Сейчас Остается Некий Свободный Разговор По Впечатлениям На свободную Тему Я буду Совершенно Счастлива Согласны Прошу Только Я Сяду Мой Любимейший Персонаж В Работах В Литературе Грак Братец Стругацких Горковский Так Говорил А можно Я лягу Лежать Порез Так Пожалуйста Давайте Вопросы Ветники Все Что Аудитории Прошу Такой Вопрос Что Связан Современность Вот Почему Тогда Современный Ислам Не Интегрируется В Европу И Отсюда Вопрос Когда Может быть Объединяющим Все Так Являлся Являлась Христианство Которое Будучи Ну в Рождещ Это Супер Пассионар Горизонты Своего Бытия Они Совсем Не стремились Сейчас Больше Даже Об этом Думают Другая Цивилизация Обратить Свою Веру Тогда Нет Это Расширение Своей Территории То Чем Мы Все Время Говорили Одни Защищают Свою Территорию Другие Расширяют Свою Территорию Никакой Идеи Обращать В Одиннадцатом Веке Одиннадцатом Двенадцатом По крайней Мере Западная Европа Ответит Крестовыми Походами И Тоже Не с Целью Обратить Исламский Мир В Христианство Наоборот Перейти Кусок Своего Христианского Мира Туда Под флагом Возвращения Святыни Захвачены Но это Вечные Флажки Поэтому Какой-то Принципиально Отличающейся Миссии Вот в этих Событиях Нет А вот Христианство Уже Вполне Нового Времени Начинает Ставить Христианство Тут Вы правы Абсолютно Ставить Задачу Миссионеры Распространить Границы Своих Конфессий Ислам К этому Особо Не стремился Он Расширял Территорию А Тогда А что Делает Современный Ислам Судить Не плюс У нас Такая Скупая И искаженная Информация Что Наверное Наши Какие-то Глубинные Рассуждения Могут Оказаться Очень Ошибочными Мы Предвзятые Все это Слишком Близко Современная История Она Как Костер Ты еще Не в огне Но уже Жарко Страшно Судить Мне об этом Очень трудно Но опять Даже идея Современного Джихада Так называемого Это не Обращение Всех Правильную Верху Это В общем-то Обращение Но Не в том Миссионерском Христианском Смысле А Священная Война За то Чтобы на земле Царила Эта религия На самом деле Я конечно Почитала Об исламе Сами Первые Источники И Всегда Многие Очень симпатичные Мне люди Из Это Исламского Мировоззрения И религии Интеллигенции Я знаю таких Их мало Но они есть Они всегда говорят Что там Нет никакой Агрессии В Коране Я не Вполне согласна Она более Воинствующая И сложена Чем Христианские Ранние Она Книги Тем более Труды Отцов церкви Там больше Вот этой Напористости С другой стороны Взглянув На этот Тарабийский Плостров Я уже Вглядывался Бесконечно Ты видишь Из какой Скудости Мы пришли Только побережье Может быть Обитаемо Узкая Полоска А так Все пустыня Может быть Это диктует Этносу В момент Его Постяна Большую Больший Нажим На окружающий Мир Более Агрессивный Нажим Не религия Конечно Религия Это оформление Мировидения Но вообще Взаимодействие Востока И Запада Одна из самых Бесконечно Трудных задач Еще я не упомянула Сегодня Одно сравнение Простите Дополнение К лекции Примечания Я не упомянула Кусок Европейской Цивилизации Перенесенной На американский Континент Ох Как часто Тоже Любят сравнивать Синие С круглом Вот У американцев Конгресс И они Сами Больше Все любят Я там Бывала Работала Имея права Не судить Я с большой Симпатией К ним отношусь Но само мнение Имеет место быть Мы всех Научим Демократии Господи Дали Нобелевскую Премию Мира Обаме Когда он Вел Две войны Нормально Ничего не понимаю Так вот Надо иметь ввиду Что у этой Цивилизации Американской Вообще Не было Средневековой Истории Они защищали Своё пространство От абориенов Америки Но силы Были не равны У европейцев Это были И англосаксы И Франкоязычные Франкокультурные То есть У них Не может Не быть Очень значительно Иная история Ну это Тема Специальна Есть ли Желание Ещё Пожалуйста Извините Пожалуйста Я хотел Спросить Вы говорили Про Англию Я хотел Спросить Более Конкретно Что касается Той территории Которой Сейчас Является Территорией Шотландии Ну Нормально Единое государство Нормально Это другой мир Дело в том Что Римское Влияние Доходило Только до Шотландских Гор Я должна Благодарить Но как Славно Когда Аудитория Есть Причём Очень Молодой Человек Который Чётко Дополнит Римская Провинция Британия Заканчивалась На севере На пороге Шотландских Гор Римляне Не завоевали Шотландию Там Вообще Не было Прямого Римского Влияния И её История История Англии Разны Там Осталось Кельтское Население Которое В основном Вытеснено Было Из Острого Британия Там Другой Этнос Другая История Другая Страна И то Что В 16 Веке Она Вошла На правах Как бы Частичной Автономии В состав Англии Это В общем Английского Королевства Результат Политического Обмана И Может быть Усталости Этноса Шотландского В борьбе За свою Вечную Борьбе Свою Независимость Ирландия Это тоже Кельтское Население Это тот же Кельтский Этнос Как вы знаете Посей день Не до конца Не вся Не навсегда У них своя Другая история И к ним Эти глобальные Мои построения Соединения Миров Романа Германского Единый Субстрат Напрямую Никак Не могут Быть Отнесены К ним Приходят Как вот Камень Брошенный В воду От него Круги По воде Самые Отдаленные Круги Влияния Этого Римско-германского Приходят К ним Позже И только В виде Конфессиональных Властействий Принятия Христианства И прочего Другой Мир Прошу Вот Польша Хотел спросить Про Польшу Но увидев На вашей карте Какая она маленькая Все это время была Я отказываюсь Отжал вопрос Хотя Чуть-чуть Похоже На столовой Очень значительно Конечно Особенно В соединении С Литвой На какое-то Время А мне хочется Сказать про Польшу Я отношусь И чуть-чуть Предвзято Видимо Голос Крови У меня Дед Поляк Дед Которого Никогда Не видел Только Осталась Фамилия Он До революции Умер Фамилия Ваш Это Девчая Фамилия Моей Мамы А Я побывала Там Значит Польша Очень Интересный Вклад Внесла В европейскую Историю Поразительный Она Относится К центральным Европейским Государствам На леду С Чехией Венгрии Румынии Валахии И так далее Теперь Мандалии Что удивительно Об этой Истории В ее Вкладе Это Путь Децентрализации Конечно Который Только В новом Раннем Новом Времени Приводит К сильному Это Путь Центральный Европейский Вариант С наличием Сословного Представительства Мощного В виде Сейма Выборностью Королевской Власти Сейм Который Нам В наши Школьные Годы Подавали Как символ Анархии И безобразия Это возмутительно Если каждый Представитель Социальной Элиты Дворянин Шляхтич Может сказать Ветом И все Решение Вопроса Откладывается А значит Какое Самосознание Значимости Личности Это Вариация Новгородских И Псковских Республик Это Один из Путей По которым Могли Пойти Русские Земли Если Вы Так Славно Не Отбились От Проклятых Тертунов Вариация И Но Нам Ближе Восток И Он Еще Раз Вот Европейцы По Территории Европейцы По Культуре Европейцы По Костюму Конфессии Мы Политически Под Огромным Азиатским Влиянием То Что Я Сегодня Подел Сказать А За Вопрос За вопрос Про Польшу Спасибо То Что Многие Говорят У них Какое Самомнение Есть Потому Что Всегда Было Вот Это Сейм Это Вето И Еще Было То Что На Долгие Десятилетия И Уничтожили Как Государство Сначала Россия Потом Германия Ведь Не Было Герцогство Варшавское Потом Забыло Как Счет А было Называли Княжество Польское И так Далее Но Самостоятельно Королевская Власть Упразднена Независимость Утрачена В составе Кого Нибудь Знаменитой Марии Валевской Было Дано Задание Польской Шляхты Соблазнить Наполеона Бонапарта Настолько Чтобы Он Вернул Польше Полную Независимость Момент Был Таков Что Бонапарт Мог Все С первой Частью Задания Она справилась Блистательно Юная Красивая И Искренне Его Полюбившая Вот Это Человек Был на задании А так Бывает И Она Это Доказалась И Последующей Жизни Она С его Сыном Приезжала К нему В первую ссылку На остров Эльбу Только Она Не Жозефина Которая Всегда Его Любила А Со Второй Частью Не Справилась И Не Будем Не Убрегать Он 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 Тоже От Ней В Восторге Это Большой Роман И Не Мимолетный Но Типа Проси Что Угодно Только Не Это Большой 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 Я Хотел Работать Как раз Насчет Польши Я Хотел Спросить Может быть Будут Какие-то Лекции По поводу Духовно-лицарских Орденов Прибалтике Скажем Тевтонцы Меченосцы Большой Как В знаменитом Фильме Ко мне Мухтар Говорил Очаровательный Персонаж Он Постарается Я Часто Себя Ощущаю Этим Мухтаром Я Сейчас Подготовил Лекцию Ереси И Еретики Прежде Не Читал Такой Лекции Ереси Еретики В Западной Европе Проект Академия Будет Записан 20 Какого-то Декабря Попросили Еще Вот Одну Тему Дать Если Дойдут Руки И хватит Сил Конечно Ордена Этого Заслуживают Заслуживают Я не раз Абонировала Два И три Раза Хорошие Диссертации В том числе В городе Калининграде В бывшем Кенигсберге И Человека Который В Роскопах Участвовал И Где Все Дышит Этой Историей Спасибо За предложение Он Постарается Пожалуйста Добавайте Чего Недалеко Калининграда Николай Капер Их называли Тогда Сармат И его Называли В Западной Европе Сармат Вот они Всех Поляков Определили Как Совокупное Такое Довольно Абстрактное Понятие Сармат Не очень Точно Представляли Западные Европейцы Где Это Слышали Что там Холодно Читали В одном Из документов Время В 16 Век Сармат Сармат Ну там Еще Что-то Наконец Уехали Обратно В свои Снега Это француз Что у нас Тогда При тогдашнем Климате Сейчас Не знаю Где снег Анекдот Анекдот Слышали Что Медведев Отменил Зимнее Время А природа Сердилась И отменил Зиму Вообще Это из интернета Мне очень нравится Пожалуйста Так Коперник Простите Не договорила Коперник Обыкновенный Ким Почти Самоучка Человек Изготовивший Приборы Своим Его с Галилеем Тот Можешь Сравни Своими Руками Сложнейшие Астрономические Приборы Сегодня Они выглядят Бесконечно Примитивными Это Все таки Человек С гениальной Отдаленностью Он был На западе Он Хлебнул Западной Образованности Итальянской В частности Но открытия У него были Свои Только Очень боялся Инквизиции Как я его понимаю Очень не хотел Попасть С лап Инквизиции А его Соображения Доказывали Что Учение Церкви О строении Мира Все Надо было Подписывать Очередные Беловежские Соглашения Церковь Была Не готова Из Советского Союза Нет Этой Картины Мира Которую Вы рисуете Нет Очень боялся Он умер В тот день Когда ему Принесли Первую Публикацию Его Трудов Гений Очень хороший Благородный Скромный Человек Лишенный Какого-либо Гонора Почему он Родился Там Это Тайна Генетики Но Очень Важно Отметить Что если бы Он был Во взаимодействии С такими людьми Как Галилея Бруна И так далее Они бы Друг друга Подталкивали Он был Завер Тем выше По-моему Его открытие И все Еще никто Не объяснил Гениальность Хотя конечно Подчас Очень хочется Прошу Газейский Союз Замечательное Явление Тоже Заслуживающее Совершенно Состоятельного Рассмотрения Это Относится К тому Самому Пути К передовому Отряду Западноевропейской Истории В сущности Это было Коллективное Такое почти Государство Где Идеи Свободы Независимости Хотя бы Частичной Реализовывались Очень сильно А Ганзейский Опыт Всех Кто туда Входил Был очень Полезен Взаимоотношения Нашего Отечества Той эпохи С Ганзейским Союзом Было Конечно Чем-то Похоже На Сегодняшнее Взаимоотношение Сегодняшней России С Евросоюзом Все Понимаем Но нам Это Чуждовато А в общем Жаль Но у нас Своя Историческая Дорога Вот Этого Самого Обожественного Императора Не скоро Переживешь Это Невозможно Быстрее Невозможно Удивительно Когда Литература Была Единственным Способом Говорить О самом Главном В России И потому Она такая Фантастическая Но вот Это Вот Чеховская По капле Выдавливать Раба Это Для истории Замечательный Как Сейчас Скажут Мои студенты Слоган По капле И Каждому Совокупно Не получится Толпой Не выдавишь Как мне кажется Друзья мои Позвольте Мне сказать Вам Что Супер Деликатные Устроители Виктория Ничего Не скажут Но Какие-то Флюиды Намекающие На то Что у нас Необходимость Завершить Нашу встречу Есть Я без Всякого Привенчения Говорю Друзья мои Я желаю Вам Поменьше Социальных Потрясений И Сохранение Нашей С вами Позиции А мы Будем Думать И Волноваться О судьбах Человечества А мы Не позволим Чтобы наш Мозг Засох И у нас Есть Для этого Возможность Мозг 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok